Депутатский контроль. Местная дума проверила, как продвигается ремонт в Олимпе. Успокаивает, лечит и развивает. Педагоги коррекционной школы отмечают пользу гончарной мастерской. Нефтьюганский с гастролями, Тамбовский театр. Сегодня актеры показали один из своих спектаклей. Ремонт затянулся. Контракт с подрядчиком, который взял на себя обязательство починить протекающую крышу Олимпа, был заключен еще в мае прошлого года. По стечении срока обязательства так и не были выполнены в полном объеме. В ноябре работы приостановили, а комплекс вновь открыли для посещения. Местные депутаты решили выяснить, как обстоят дела в Олимпе сейчас. Нефтьюганскому Олимпу уже 20 лет. Это одно из самых больших спортивных сооружений нашего города. Но с момента открытия в здании ни разу не было капитального ремонта. Поэтому неудивительно, что в последние годы начались проблемы. На протяжении пяти лет в Олимпе складывалась ситуация, которая была критическая для занятия видами спорта. Особенно борцовский зал, игровой зал. Это была очень большая проблема. Почти год назад заказчик, а это управление капитального строительства, заключил контракт на починку кровли. Но в ноябре, когда наступил срок приёмки, выяснилось, что подрядчик не выполнил обещанные работы. Зимой продолжить ремонт было нельзя. Работы приостановили с условием возобновления в тёплое время года. И окончание получается работы? Преположительно. Преположительно до конца мая. То есть 1 июня, по идее, крыша должна быть? Ну, она и сейчас есть. Там есть отдельные моменты, которые нужно завершить. В частности, в ремонте нуждались системы вентиляции и отопления. Но самой главной проблемой спортивного комплекса стала протекающая крыша, большая часть работ в отношении которой уже завершена. В общем, закончить объект будет возможно, когда установятся положительные температуры, сойдёт снег, не будет попадания воды в воронках, что сейчас не даёт заниматься ремонтом ковра в точках ворона. Ремонт затянулся по вине подрядчика, который недобросовестно отнёсся к своевременному обеспечению рабочих строительными материалами. В доработке нуждаются вентиляционные стояки и шахты. Впереди также установка вентиляционных труб непосредственно над спортзалом и не только. Посмотрели. Заказчик обещал, что это всё будет устранено в тёплый период времени. Будем надеяться, что так и будет. Деньги подрядчику до конца не выплачены. Рычаг, получается, воздействие есть. Будем надеяться, что всё переделают качественно. На данный момент как минимум удалось остановить и предотвратить дальнейшую протечку крыши. Ранее вода, попадающая внутрь, доставляла немало проблем. Вздувалось покрытие пола, появлялась плесень, перегорали световые приборы. Во многих залах пришлось сделать косметический ремонт, чтобы привести их в надлежащее состояние. С конца осени прошлого года комплекс после шестимесячного перерыва заработал в полном объёме. Вот в предыдущие годы, вы видели, смотрели, у нас стояли здесь вёдра и лежали тряпки. Как только у нас или потепление, или дождь, у нас всё здесь было залито. Качество, ну и здесь уже, несмотря на улицу. Самое главное, что он течёт и светлый. Видите, в каких условиях занимаются сейчас дети. Светлой, сухой и комфортной. Также завершение большей части ремонтных работ позволило провести в стенах Олимпа немало крупных окружных соревнований. Но работать ещё есть над чем. С этим согласен и подрядчик. В рамках выбора, если бы что-то сходить, плюс появились доп. работы, которые тоже нужно выполнять. А доп. работы входит в стоимость основного контракта? Доп. работы, да, включили в стоимость контракта. Потому что какие-то деньги не освобождаются. Ситуация находится на контроле у главы города, управления капитального строительства, комитета по физической культуре и спорту. Теперь к делу активно подключились и депутаты городской думы. Если бы не вот это внимание всех, возможно, подрядчик и нас бы втянул вообще в болото, как говорят, туман. Но всё-таки мы вышли с этой ситуации. Контракт не закрыт. Сразу вам говорю. Работы приостановлены. Приостановлены до выполнения всех работ, которые будут здесь. И устранение замечаний, которые будут уже с нашей стороны. После закрытия контракта подрядчик обязан не только выплатить неустойку, но и на протяжении трёх лет оказывать комплексу гарантийное обслуживание. Мария Пейль, Рамазан Бурнеев, телерадиокомпания «Юганск». Недешёвая прогулка. В Югре с февраля этого года начали штрафовать владельцев животных, которые отправляют своих питомцев на самовыгул. За два месяца составлено уже более ста протоколов. Каждый на сумму от 500 до 5000 рублей. В нашем городе легкомысленные хозяева тоже есть. Зарегистрировано 8 фактов самовыгула. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 9000 рублей. Регулярные рейды по выявлению нарушений проводят сотрудники ветслужбы, полиции и администрации. Если зарегистрирован факт самовыгула домашней собаки, заявка направляется в службу отлова. После чего безответственные хозяева могут найти своего питомца в приюте Белого Яра. Также о случаях нарушений могут сообщить сами жители. Нужно позвонить в ЕДДС, либо в ветеринарную службу округа. Кстати, за такую информацию можно получить сертификат на услуги ветклиник в размере 1000 рублей. Но только в том случае, если факт самовыгула будет доказан. И хобби, и терапия. Летом в Нефтьюганской коррекционной школе открылась новая мастерская. Уже в сентябре учащиеся смогли попробовать себя в гончарном деле. Обновление появилось в стенах интерната благодаря участию в конкурсе «Добра школа». О том, как ребята постигают новое ремесло, расскажет Мария Пель. Новая мастерская нуждалась в квалифицированном педагоге. Любовь к детям и желание пробовать себя в чем-то новом привели Елену Геннадьевну на курсы по гончарному делу. Теперь она не только преподает своим ученикам общеобразовательные дисциплины, но и обучает новому ремеслу, который идет им на пользу. В динамике видно, насколько дети преуспевают именно в этом занятии. Ну и помимо всего прочего, дети становятся более спокойными, уравновешенными, не развиваются и творческие способности. И это, несомненно, сказывается на их общем состоянии. Мастерскую начали обустраивать еще в мае. Она была готова уже в июне. После выхода школьников с летних каникул жизнь в ней закипела. Ребята всерьез почувствовали себя настоящими гончарами. Мы пробуем работать инструментами. Не все инструменты и не сразу даются детям, потому что многие из них колющие, режущие. Естественно, обязательно инструктаж по технике безопасности. И все дети, прежде чем получат какой-то инструмент, они мне рассказывают, что можно с ним делать, а что нельзя. Под чутким руководством педагога ремесло легко дается даже тем, кто начал заниматься им относительно недавно. К примеру, Илья перешел в школу-интернат только перед Новым годом, но уже влился в творческий процесс своего нового класса. Я сюда недавно перешел и еще новенький здесь, так что я не знаю. Ну, у меня получается разукрашивать там делать. Я разукрашиваю изделия, скрываю некоторые трещины и потом сушить буду. Пока одни пробуют себя в ручной лепке и покрывают изделия глазурью, другие самостоятельно работают за гончарным кругом. Мне заниматься фигурами, выполняющими различные задания, то, что мне говорят. Какие задания выполняете? Что лепите? Лепим иногда кружки, делаем всякие фигурки. Сейчас у Данила новое ответственное задание. Он учится изготавливать карандашницу. Своё умение ему вскоре предстоит представить на региональном чемпионате профессионального мастерства «Обилимпикс». Как ставим циклю? Сначала внутри будем ровнять, Данил. Донышко, да, выравниваем. Делаем ровным донышко. В соседнем помещении находится раскатчик для глины, муфельная печь для обжига, сушатся изделия, хранятся глазури, инструменты и специальные формы. И всё это появилось благодаря проекту «Доброшкола». Формы под отливку. Чем они отличаются? Здесь работа будет жидкой глиной. Она называется шликер. Шликер заливается, тоже ждётся какое-то время, и потом достаётся готовое изделие. Готовые изделия ребят можно увидеть в самой мастерской. Также они представят их на ежегодной школьной ярмарке «Город мастеров», где смогут продать свои творения родителям, учителям или другим учащимся. Мария Пейль, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Должники по капитальному ремонту теперь могут рассчитаться с югорским фондом в рассрочку. На оплату долга даётся 12 месяцев. Предложение действует лишь до тех пор, пока фонд не подал в суд. На рассрочку могут рассчитывать собственники, накопившие слишком большие суммы, отдать которые сразу они не в состоянии. Чтобы разрешили возвращать деньги постепенно, нужно заключить с югорским фондом соглашение и сразу оплатить не менее 10%. По последним данным, в Югре почти 59 тысяч владельцев лицевых счетов имеют задолженность по взносам на капитальный ремонт более 5 тысяч рублей. Чемпион в этом смысле Сургут, пятёрки лидеров, также Нефтеюганск и Нижневартовск. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство горожан платят за капремонт добросовестно. В прошлом году собираемость в Нефтеюганске составила 101%. В ближайшие два месяца нефтеюганцев ожидает череда праздников. День Победы, Уроза и Курман-Байрам в День России. А уже через два дня православные встретят Пасху. Об антитеррористической безопасности говорили сегодня на заседании профильной комиссии. Как муниципалитет будет защищать горожан, расскажет Алина Морозова. Правоохранители в преддверии праздников отработают жилой сектор. Рядом с местами массовых гуляний проверят чердаки и подвалы. С лицами, состоящими на учёте, проведут профилактические беседы. А также проверят места концентрации иностранных граждан. Будет обследована уличная дорожная сеть. На предмет обнаружения стоящих длительное время транспортных средств исключения несанкционированной парковки автотранспорта в окружении мест массового пребывания граждан. Непосредственно перед проведением мероприятий все объекты проведения праздничных мероприятий будут обследованы сотрудниками ОВД, кинологами, сослужебными собаками, ориентированными на обнаружение взрывных веществ и взрывных устройств. Единая диспетчерская служба сообщила об исправной работе видеоконтроля всех мест с массовым пребыванием горожан. Сотрудники ряда учреждений ждут учения по готовности к разного рода ЧП. Органы управления сил и средства постоянной готовности подразделений ФПС, ГПС, Тюганского местного пожертвовательного гарнизона будут переведены в режим функционирования, повышенная готовность. Особое внимание при этом будет уделено местам проведения торжественных мероприятий, массового пребывания людей и их пожарной безопасности. На Пасху и День Победы традиционно ограничат движение по ряду улиц. Еще сейчас решается вопрос о круглосуточной охране памятников воинской славы с 1 по 12 мая. Хотела бы сказать, что в этом году мы еще две рамки металлодетекторов приобрели и шесть IP-камер-видеорегистраторов, которые нам были необходимы для организации как раз-таки массовых мероприятий. Сегодня мы ожидаем поставку оборудования, поэтому к 9 мая, соответственно, это все будет уже функционировать на площади. Также к обеспечению порядка и безопасности готовы общественные формирования. В дни проведения массовых мероприятий будут дежурить народная тружина и представители казачества. Алина Морозова, Евгений Труфилов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтеюганские актеры принимают гостей в наш город. С новыми и интересными спектаклями приехал Тамбовский театр «Кукол». Для местных школьников и их родителей на этой неделе они подготовили сразу три премьеры по мотивам известных сказок, одну из которых представили на сцене уже сегодня. Спектакль «Собака, которая не умела лаять» поставлен по одноименной сказке итальянского писателя Джани Радари. Чтобы помочь главной героине, ребята отправляются с ней в путешествие по лесу, чьи обитатели пытаются им помочь. Вот только каждый на свой лад. Постепенно собака научилась кукарекать, куковать и даже мычать. Чего проще? Я с самого детства умею куковать. Послушай еще раз. У-ху! 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 Правые! Хорошо! У-ху! У-ху! Каждый спектакль наполнен своим смыслом. Правильно? Правильно. Вот спектакль, который мы показывали сегодня «Собака, которая не умела лаять», наполнен смыслом тем, что каждый должен прислушиваться к своему мнению. И каждый должен иметь свое мнение. Правильно? И как важно иметь друзей, которые и поддержат тебя в трудную минуту, и выручат. В Нефтьюганске дети любят театр наравне со взрослыми. В первую очередь за то, что участвуют в представлении вместе с актерами. Игра с залом – важный элемент в детских спектаклях. Так юные зрители не заскучают и будут более внимательны к происходящему на сцене. А теперь пусть полают только девочки! Девочки, еще раз! Гостей приняли в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Его цель – поддержать детские и молодежные театры, поспособствовать обмену опытом. В Нефтьюганске тамбовские актеры впервые. И были приятно удивлены как внимательными и неравнодушными зрителями, так и удобной площадкой. Это опыт. Работаем с разными площадками. У вас идеальная, мне кажется, площадка, потому что количество мест, 113 в зале, которые располагаются не вдаль, а вот так вот по ширине, очень органично. И сцена имеет небольшой, маленький совсем такой полукруг. И это создает камерность, то, что и нужно при общении с ребенком. Следующие два спектакля «Старая сказка» и «Любопытный слоненок» приезжие актеры покажут завтра и послезавтра соответственно. Билеты еще есть в наличии. Нефтьюганские кукольники намерены нанести ответный визит. В октябре на сцене Тамбовского театра представлены спектакли «Маланья, голова баранья», «День енота» и «Страшная сказка». Екатерина Балакина, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». И это была последняя информация. Всего доброго, до встречи в эфире.